Вишня с генами черешни На какую-то местную вишню вы привели, к ним вернулось природное райское качество. То, о чем я талдычу 20 лет, только мне никто не слышит. Удачный подвой. Так? Теперь. У меня вишня сибирская штамба, она самая растительная в мире, из культурных вишен. То есть это бывшая культурная, я сегодня показывал, фотографию вы не сделали, да? Забыли. Но она все равно поспевает. Есть великолепная вишня сибирская штамбовая, которая полусъедобна, супер морозостойка, каждый год плодоносит в течение 30 лет. Мощные деревья, все при ней. Конечно, вкуса не хватает, кто бы спорил. А на этом подвое я взял и привил черешни и первые пять продал новому русскому. Деньги должны были. У него из пяти три превратились в вишни. Подослушался от него. То есть это еще не конец истории. Что надо делать? Правильно. Закреплять. Пока, коротко, подробности, если будем, если, ну, чуть не сказал, если буду жив. Вот эта фотография, которую, этот самый, Чернобаев делал еще, когда на даче был. Вот. Вот такие же веточки вишни с генами черешни он посадил, превратил в черешню. Видите? Кто бы спорил. Вот тут даже ученые промолчат. Вот. Две из них остались. Сейчас у него прекрасные, крупные, вкуснейшие плоды. Видели в фильме. Я у него несколько раз снимал фильмы. Но вишни. Исчезли вот такие. На следующий год были обычные вишневые листья. Крупные, но вишневые. И вишня вкуснейшая. То есть гены там все еще бродят, но вишню... А третий подарил мне, и у меня теперь есть прекрасная, роскошная вишня. Вот. То есть черешню, как черешню продал, то есть подарил, я привез, посадил. Через пару лет вырожай. Все-таки вишня, но вишня роскошная. Дускобилово ученого нашего известного угощал. Сегодня подходим в совинить, плоды, два раза меньше. Черешня вырождается? Нет. Все равно там гены черешни остались. Но две сорокоградостные зимы привели вот к этому. Вот к этому вот-вот. То есть призрак бродит по Европе. Есть такое летучее выражение. То есть по Сибири. Нам мешают морозы. Прячутся качества более роскошной черешни. Но согласитесь, тема интересная. Редактор субтитров А.Семкин